Ну, чем мы продолжим? Тема судов или тема... Нет, сейчас самая модная тема Ареста Платошкина. Это точно, это точно. Ну давай, тем более нас об этом спрашивают, что это вообще такое было. Мое личное, личное субъективное мнение. Вот я недалекий, туповатый солдат, блин. Говорю, вот я так считаю, что это спектакль разыгранный, причем примитивно очень разыгранный, блин, кремлевской шайкой, блин. Из него делают мученика так потихонечку. То есть сначала его мучеником делали, что запустили его на центральное телевидение, дали ему там раскрутиться, собрать свою паству, свою секту. Потом типа, все, мы его отлучаем, эта паства возбудилась. О, затыкают рот народному герою. Говорит правду, значит. Да, затыкают правду, все, сплотимся вокруг нового лидера, блин, оппозиционного. Притом, что ничего нового, в принципе. Да, арест это примерно то же самое. Вот сейчас начал уже народ в нем разочаровываться. Что за херню гонит, блин? Кто против чипизации, тот дебил. Путина надо отпустить спокойно на пенсию, пусть себе живет и не боится ничего, блин. Что за хрень? Люди начали уходить с его организации, с этого движения. Причем он видел, что партию он уже зарегистрировал. Это же где-то он столько денег взял, блин. Это очень дорогое удовольствие регистрировать партию. Там не сколько денег и удовольствия, сколько настоящему оппозиционному родфронту. Девять раз отказывались. Восемь раз отказывались, тега-два попытки зарегистрили. А здесь? Ну, мы это обсуждали. Почти 50 нужно представительств иметь со своими офисами, 40 техникой, зарегистрированные. И это вот вдруг раз и появилось, блин. То есть кто-то хорошо спонсировал это мероприятие. И деньгами, и организационно была оказана огромная поддержка, блин, новому социализму, блин. И сейчас вот этот арест, я думаю, что это та же самая фигня. Вот, арестовали, причем как арестовали, дома сидит, по домашнему аресту. Он не в камере сидит, блин. Да, это интересный момент. Если москвичам Собянин разрешил четным гулять по этой стороне улицы, нечетным номерам гулять по этой стороне два раза, или сколько там, три раза в неделю, то при домашнем аресте прогулка каждый день полагается. Вот, вот так, вот так бедный мучается, бедолага. Прям в темнице сырой. Все это примитивно, опять, чтобы эта паста развернулась к нему. Он опять жертвой пал режима. Надо его поддержать. И прийти на эти недовыборы первого числа. Так точно. Сделать явку и изобразить свой голос против. Да, поэтому из всей оппозиции, насколько мне известно, только Платошкин призвал идти на эти участки для голосования. Только Платошкин. И больше я другой оппозиции не знаю. И эту позицию до него была доведена, Единого комитета, который давно уже решил и объявил, что только активный бойкот. Избирательные участки должны быть пустые. Проводить активную агитацию людей, чтобы они туда не шли. Наблюдателей там не будет. Поэтому вся эта тварь путинская будет там. Что хочешь делать на этих участках. Но задача оппозиционных наблюдателей даже не лезть туда, не податься с этими полицаями, потому что они будут опять звереть, как и на выборах 18-го года эти твари. Выгоняли, прям физически выкидывали наблюдателей с избирательных участков. То есть совершали уголовное преступление, за которое они так и не были наказаны. Твари. Субтитры создавал DimaTorzok